Мы выезжаем на улицу Старо-Наводницкую и что же мы видим? Боже ты мой! Боже ты мой! Какое грандиозное шоу! Огромное количество скотовозов приехало, видите эти старые автобусы десятилетней давности, которые куплены для перевозки вот этих людей. Людей возят на скотовозов каждый день, каждый день в огромном количестве они стоят, несчастные конечно, жалко их, свозят их сюда, ночью едут, платят им гривен по 200, вон стоит, видите, вот он против Европы, понимаете. Маршрутки поснимали с маршрутов, вот это все партия рабов, владельцев всех этих автобусов. Богатая партия, потому что сам Донбасс находится на дотации у государства, уже между прочим лет 20, все время государство туда бросает огромные деньги. Вот он, молодой раб, вот их сажают в эти скотовозки и посмотрите сколько! Сегодня свезли наверное огромную кучу людей, сегодня придется их опять увещевать где-то, поймать их в парке и называть вещи своими именами. Люди, вы потеряли человеческое достоинство, смотрите на чем привозят. В общем весь непотреб собрали, и все это с юго-востока Украины. Едет сюда бездумно, собирают бюджетников, сколько их, видите. Вот почему силы добра и зла в Украине так сошлись. На самом деле юго-восток, с которого я сам родом, из Днепропетровска, работая на металлургических предприятиях, на градообразующих предприятиях, на шахтерских поселках, всегда использовался как неквалифицированная рабочая сила. Это привело к тому, что их выгодно спаивать, им выгодно не учить. По сути им надо показывать зомбоящик, иногда вручать медаль за то, что он лазит в шахту и занимается неквалифицированным трудом. И это идеальная подставка под президента. Вот партия регионов демонстрирует, что подставок под флажки, и они сами являются подставками под президента. Можно свезти в Киев огромное множество. Тут им даже туалеты сбоку поустанавливали. И потом они, здесь автобусы стоят, и потом они пешком бредут, как действительно такое стадо, которое гонят погонщики. Кстати, погонщиков я видел, они из Киева. Ребята здоровые, сытые, берут за это деньги, работают как проводники, там дойти до Марининского парка, дойти до администрации президента, постоять, в общем-то, бездумно. В местном магазине там расхватали всю водку, потому что как только платят им деньги, они тоже бегут брать водку. Ну и вид, конечно, их это жесть. Мы сейчас очень медленно едем, потому что, судя по всему, где-то образовался затор. Свободные люди стоят на Майдане, по-человечески борются за свое достоинство. А этих, которых привозили на скотовозах, иначе как рабами назвать нельзя, и подставками под флаги, их охраняет милиция от человеческого гнева. Я не знаю, ну зачем это привозить? Вот сегодня, наверное, будет очень много людей, но дело в том, что из другой части Украины едут все осознательно сами, на попутных машинах, на автобусах, за свои деньги. А этих привозят на скотовозах бесплатно. В принципе, бездумно сесть в автобус, приехать в Киев, но человеческое достоинство уже потом не восстанавливается. Тот позор, который мы терпим сейчас во всей Европе, и вы видите, что сколько скотовозов. Вообще, состояние экономики Украины при Януковиче, вы можете наблюдать по этим обшарпанным автобусам, огромному количеству автопарков, которые работают уже за пределами дозволенного. Ну и вот мы едем, мы наблюдаем это. Большое количество скотовозов, скопившихся здесь. Ну и люди, конечно, которые в них сидят, часто уже совсем деморализованы, плохо одеты, без работы часто. Или такую маленькую зарплату получают, что работа это нельзя назвать. Это на самом деле скрытая безработица. Потому что человек, получающий 150-200 долларов зарплату, нельзя сказать, что он ведет достойный образ жизни. Если Киев живет более-менее сытой жизнью, тут находят работу по оказанию друг другу услуг, то эти вот оторви-колесовки, которых привозят на скотовозах оттуда, показать сытый Киев, они, конечно, попадают в стрессовую ситуацию. Ну, представьте, ночью ехать вот в этом грязном автобусе, потом сюда приехать, вонять это все, потому что часто они едят и пьют прямо в автобусах. Вот, и потом стоять подставкой под флаг регионов, это, конечно, то есть... Вот достоинства людей как раз как-то надо будить. Именно по достоинству, ой, ой, боже мой. А они все стоят и стоят. Смотрите, количество лубные, с лубнов привезли. С Полтавской области, значит, вот так. А там тоже все лежит. Там режут заводы, эти сахарозаводы, а кто режет? Опять же, пацаны, пацаны режут. И пацаны же и пасут это свои пастбища. Пацаны, так сказать, руководители, там, десятники, сотники, покупают их табунами, ведут сюда. Кидают, конечно, многих, если удается. Обманывают своих хозяев. Ну, а что рабу? Раб по-другому не может мыслить. Он обязательно жульничает. У него же нет человеческого достоинства. Он не занимается продуктивной работой. Ой, боже мой, да сколько же их. Это же просто жесть. Ну, вот, наконец-то закончились эти рабовладельские. Сейчас там еще дальше посмотрим.